Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1281. Притча Соломона 27.1. Не хвались завтрашним днём, потому что не знаешь, что родить тот день. За 19 июня 2019 года в эпиграф входит ещё Иаков 4.13. Это прочитать можно. Как всегда, даём наше объявление. Может притормозить, прочитать, посмотреть, кто первый раз. Вот Валентина и Святого Рогани. В Германии он был. Вячеслав пишет. Вчера побеседовали с тёщей. Нелегко мне было остановить её магнитофон о том, что самое главное смирение – борьба со страстями по 20 лет. Так долго, чтобы человек не подумал, что своими силами победил страсть. Далее, что крещение действительное, так как она помолилась и сразу зашла в интернет. И там какой-то ярмонах сказал, что его крестили обливанием. И он что-то там почувствовал. И поэтому это настоящее крещение. А кто думает иначе – те буквоеды. И так же выслушал обвинения фарисейстей, нелюбви, сектанстей. Что, мол, что вы думаете, что погрузились троекратные святые, сразу станете и тому подобное, и так далее. Бороды, платки, мол, надели. Далее уже мне пришлось с напором брать свои руки на каждый выпад. Делать серию выпадов, ответов. На повышенных тонах разговор шёл. В итоге она говорит, а мне что делать? Я же тоже, получается, некрещеная. Я говорю, езжайте с нами. Она говорит, я вначале у батюшки узнаю. Ну, батюшка ей понятно, что скажет. В итоге она призналась, что когда считала Ветхий Завет пророков, то у неё мысли были, что пророки говорят о нашем времени, о священстве. Потом она призналась, что пост слабо держит. И это неправильно, надо строго держать. И со многим она начала соглашаться из того, что я привёл в конце. Попрощались в хороших отношениях. Но, видно, внутренняя борьба сильно идёт. Монашеские келейные лапы держат крепко её. Она постоянно их читает и смотрит. Думаю, какую книгу ей дать почитать, Игнатий Тихонович? Бедные православные в таком жалком состоянии находятся. И ничего не знают. В полной зависимости от мнения монахов. Священников неверующих. Игнатий Тихонович вызывает у них боль. Так как обличаются эти дела им. Игорь Гарин, кисть у православия хорошо подойдёт. Это переписка такая идёт. Тормозите и легко прочитать. Вот и не зайдёт. Проклятие разбирает, что такое анафема. Анафема. Вот так. Вчераший день. Погода такая была. Ещё и с дождиком. Мы большим пошли работать. Мы накануне завезли сваи. Игорь завёз сено. Нарышковский. Так называемый Северный пруд. Я тут походил. Штваи забивать трудно. И пришёл. Приехал на машине. Алексей Устинов. И Никита. После армии он пришёл. То рука у кого-то болит. То ещё что-то. Нет, ребята. Это оставьте. Надо сначала делать. И получилось так. Я тут отчёт давал. Забили 230 сваи. Ну, Ульяна посчитала потом. И говорит, 234. Может быть. Володя смолил всё этим отработкой. Закончили, можно сказать. На обед позже. На час. Ну, а мы потом снова вернулись. Со мной уже было кое-что. Подсыпать земли. И дождик был. Я на велосипед. Скорее. И успел. А Володя-то с Игнатовым, с Сергеем Егоровичем попозже. А с нами увязались девчонки. Разрешение получили. Пошли. Ульяна и Гликерия. Ну, чтобы ускорить события. Быстрее. Володя их на велосипед обоих посадил. С одной стороны поддерживает Володя. Другой тоже Володя. И Пенкин. Это Гликерий дедушка. И бегом, бегом, бегом. И тут, когда стали снимать, Володя покончнулся. Упал головокружение. А Гликерию в руках держал. Упала она. И расшиблась. А перед этим только что зеркало. Сели обедать, грохот стоять. Я подумал, тарелки мыли опять. Все уничтожено. А оказалось, нет. Огромное зеркало стояло такое складное, Как складень в рост человека. И уронило его Гликерия. Там бегала, она дурит. И все в дребезги. Надежда Васильевна расприслеталась. Гликерию в угол. Я только увидел, она в угол становится. Сад меняется. Гликерия, иди сюда. Надежда Васильевна. Да почему, да когда, почему. Решает прокурор, а президент может помиловать. У него власть такая. Вот так. Я не люблю это зеркало. Все, говорю, как посмотришь, все какой-то не тот человек. Я себя-то не узнаю, не вижу. Смеюсь над этим. И вот такой день прошел. А потом высказал желание побеседовать Алексею Устинов. Там еще лопшина, то другое. Ну, выслушали долго. Даже не знаю, выставлять нет. Ну, кому-то будет интересно. Могу выставить. Вечером. И вот один этот день так наш закончился. Я иногда не хожу ужать, у меня здесь есть сумка этих сухарей и баночка меда. И тут березовый сок разогреваю, тепло. Так вот, все. Пошли еще раз и не было за прошедший день. Ни гостей, никого. Все на этом. Субтитры подогнал «Симон»